31-летняя алматинка Асем Миргенбаева лишилась работы с закрытием города на карантин. Ищет работу по найму, оставляет контакты в разных организациях. Говорит, что рабочих мест по ее наблюдению становится все меньше, оплата труда снижается. На улицах Алматы немало людей, которые говорят, что остались без доходов и ищут возможность заработать. Возвращение к нам. Сотрудники сайта Market.KZ, где размещают объявления о вакансиях, отмечают, что за последние два месяца количество заявок о поиске работы выросло в полтора-два раза. В Market.KZ мы видим, что в период начала карантина и после смягчения карантина у нас изменилось поведение именно в вакансиях разнорабочих, к примеру, помощники и в строительстве, всякие грузчики. После того, как он смягчился, мы также видим, что очень вырос позитивный тренд в административном персонале, то есть это всякие помощники, менеджеры, также в домашнем персонале. Это няни, посудомойщицы, помощники по дому. Социолог констатирует, во время карантина число лишившейся постоянной работы увеличилось. После снятия карантинных мер безработица вырастет, прогнозирует эксперт. Кызмет Курсиду саласында немесе жалданов жұмыстейтін, өзін-өзі жұмыспен қамтыған ұтпасылардың табыскулема айтарыхтай түзмендеді. Бұл сала қызметкерлерінің еңбек келісім жағытын жасамай жұмыстейтіндіктен, бұлардың карантин біткеннен кейіндеді, қайта өзінің жұмыспен қамтылыған екталай. Аймақтарда карантинге дейінде тұрақты жұмысорындарының көлемі аз боладын, ал карантин жағдайында бұл екесе соққу болды. Аймақтарда жұмыссыздық көлемі тағыда көбетті көлеймін. Министерство труда и комитет по статистике не публикует данные о числе людей, потерявших заработки во время карантина. На получение 42 500 тенге, обещаного властями пособия для утративших доходы из-за режима ЧП, подали заявки свыше 8 миллионов казахстанцев. Выплаты назначены около 4 миллионам. Международная организация труда прогнозирует, что после пандемии уровень бедности среди официально нетрудоустроенных людей в Центральной Азии вырастет в два раза.